здравствуйте дорогие друзья всем доброго времени суток друзья сегодня напишем простой пейзаж для начинающих а следующую работу напишем вот такую которая ближе к фотореализму то есть она будет более сложная мы не всегда пишем здесь простые работы это последнее время у меня некоторые работы более простенькие такие всем кому интересно друзья это будет более сложная более долгая работа но опять же это все напишется за один сеанс поэтому всем кому интересно кто хочет попробовать более сложную работу заходите в гости подписывайтесь с видео скоро будет на канале а пока давайте напишем простой пейзаж закатом всем приятного просмотра друзья заранее спасибо за лайки за комментарии давайте начнем снова такие зимний пейзаж с закатом я думаю вам уже это все конечно надоело но чем больше опыта написания таких пейзажей мы это все запомним проработаем и потом можно будет самостоятельно даже без референса по памяти оттенков писать тот или иной пейзаж потому что они очень похожи и по колориту похожи пейзаж для начинающих он не сложный и красок немного то есть мы пишем скупой палитрой ну вы наверное заметили у меня частенько скупая палитра потому что так проще вам я могу выдавить здесь начиная отсюда вот так чтоб 20 только не вижу смысла только запутать вас мне будет проще да это будет быстрее будет проще но будет вам тяжелее краски это кости жена это ультрамарин это краплак красный это кадми красный светлый кадми желтый темный кадми желтый светлый это ум броженная я не знаю она пригодится или нет но титановые белила естественно холст 30 на 30 давайте расставим здесь рисунок не сложный ну то есть просто расставим для себя ниже срединки где-то вот так и до слегка дальше срединки вот так выводим сюда сантиметров здесь 8 оставляем примерно вот так здесь примерно настолько же поднимаем чуточку меньше можно отступить и вот здесь будут еще вот такие вот выступы берега вот здесь будет растительность самого заднего плана вот здесь будет солнышко все рисунок у нас готов теперь давайте возьмем кисть покрупнее вот такую щетинку можно взять либо синтетикой можете работать разбавитель любой какой есть берем белила можно сразу вокруг солнышко здесь больше белила вокруг солнышко вот таким мы не будем слишком с оттенками морочить голову чтобы было как можно проще так как для начинающих чтобы получилось у каждого и сюда расходимся слегка можно кадми красный добавить главное побольше белилок и вот вот так видите я набираю плотно здесь слишком низко не захожу там будет растительность уходя к верху больше красного возьмем более розоватый здесь таким же образом здесь по низу можно больше белилок слегка светлее все выходим дальше еще больше красного кадми желтый кадми красный слишком смотрим чтобы потом они не слишком отличались слишком отличаются меняю замес слегка хорошо вытру кисть капельку ультрамарина сюда же добавить ультрамарин белила сойтись вот этим здесь тоже капельку синевой вверх слегка синевато-розовый больше в розовиночку вот этот красный можно даже розоватый добавить хорошо растушевываем все оттенки темным слегка заходим на светлое светлым слегка выходим к темному то есть растушевываем вот здесь можно взять кадми красный кадми желтый вот такое здесь сделать капельку кости женой либо кости женой и кадми желтый а надо слегка тоже коричневатая ну вот такое чуточку зеленым пойдет здесь темная вот так сделать кадми желтый светлый с костью женой здесь чуточку светло-зеленоватый плохо оттенки камера толком не передает здесь больше белилок сейчас нужно чистой кистью здесь чуточку разбелить взять другую кисть давайте возьмем можно ту кисть которая проставляли кадмий желтый с белилами вот так плотно ярко видите это прямо возле солнышко которая у нас слегка дальше уходя кадми желтый кадми желтый слегка с красным вот такими чистыми оттенками вот такую неразбериху создать это уже растительность вот такими пятнышками видите ничего не вырисовываю просто вот так делаем мы сейчас будем добавлять темнее 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 оттенки картина у нас засияет так у нас пока особо нечему сиять красноватые к верху вот здесь можно тоже с желтым естественно здесь слегка темнее больше красного это все делаю плотненько кадми желтый светлый кадми желтый темный слегка такого и вот так к низу до разбить то есть вот такими как бы полосочками это все сделать вытру кисть можно взять белила плотно нанести убрать лишнее и вот так растянуть это можно сделать кистью только сухой кистью побольше белилок еще возьму добавлю по центру видите прям шпаклюю и вот эти белила вот так растягиваем можно брать белила вырисовываем похожую форму чтобы где-то больше пробилось солнышко теперь кисть взять можно той же что делали вот эти красноватые оранжеватые я возьму кисть побольше здесь нужно более быстро это будет для скорости вот такую кисть это щетинка можете снова таки можете брать не щетинку взять синюю розовую белила больше в синеватую сторону вот здесь более синеватые такие они сюда чуточку зайти с вот этим оранжеватым сделать вот так слегка выходим наверх теряет резкость вот так где есть вот такое проставить где мелькает вот так сразу проставляем вот такое же к верху все не закрашиваем видите вот так книзу растягиваю нужно темнее беру больше синий больше розовый меньше белилок то есть вот здесь тоже такое слегка потемнее будет такое проставили чуточку темнее сделали вот здесь более синеватые к вот этой стороне больше в розовую сторону наоборот уходим тоже синим на более розоватые вот такие вот так видите я просто к низу такими рывками делаю вот так и она похожа на веточку с которой свисает много веточек здесь больше синеватый то есть вот такими оттеночками пройти прогуляться быстро это все стараться слишком долго не стопориться не обязательно вырисовывать точно такую форму как у меня этих листочков ну примерно постараться закрасить какую-то форма взяли закрасили вот здесь мы видим что вот так пошло теплое вот здесь синеватая синеватая над вот этими деревьями над вот этим самым светлым теперь более розоватая с этой стороны сходимся с вот этим красноватым сходимся с вот этим красноватым что-то вот такое проставляем здесь светло-розоватым здесь светло-розоватое сходимся с вот этим красным по низу розоватым идем иногда просветы оставляем светло-красноватый иногда здесь больше в ультрамарин вот так ультрамарин и белилок побольше светло-синеватый тоже с розоватым но больше в синюю сторону мы сейчас вот этим почти все и выведем вот здесь розоватые постарайтесь основные уловить я не вырисовываю точно так как на референс это будет очень долго если все пятнышки стараться копировать в этом нет необходимости нам нужно создать эффект что это куча веточек и все на этом наша задача будет выполнена когда мы это сделаем слегка красноватых здесь нужно больше было красноватым но сейчас доработаем больше теплого вот такого выйти сейчас все это подкорректируем мы специально видите такие оттенки выбираем чтобы не сложно было у каждого чтобы получилось с этой стороны точно так набрасываем вот такие оттенки вот здесь можно как мне желтый темный белила даже видите ничего страшного если сразу не угадали я сейчас подкорректирую но это можно если не угадали сейчас на втором сеансе это конечно корректируется легче если нужно здесь проставляем открытые участки если даже много закрасили можно вот так вернуть вот такое с белилками слегка к низу больше выйти желто-оранжеватый и вот здесь то вот это это дерево тоже вот такое красновато-оранжеватое здесь помелькать таким вот здесь белило кадми желтый вот здесь тоже будет яркая область вот так плотненько видите здесь будет возле солнышка ярко вот так плотно пока сделаем кадми желтый кадми красный чуточку такого добавить и вот сюда и вот сюда расходимся снова таки больше желтый желтый светлый белилки красный красный с желтым темным красный с желтым темным пока пусть так вот так слегка растяну вот это оно получится яркость останется только будет более плавно вытираю вытираю после каждого раза вытираю мастихин и растягиваю раздавливаю краску и вот здесь точно так здесь вот так по направлению вот это тоже можно вот так капельку и вот так сюда взять белилки а это слегка срезать там оставить самое яркое уже кисть вытер которое делали небо возьму синюю белила слегка с розовой вот этой больше белилок сначала быстро закрашу жидко просто вот так закрасить здесь кость тяжелая кадми красный с вот этим синим розовым синий розовый белила слегка вот такое здесь больше кости жены и под вот эти выступы все а сейчас давайте просто быстро пока закрасим потом будем отдельно участочками работать вот сюда нужно кинуть вот такие кадми красный кадми красный кадми желтый слегка с вот этим синим оно будет как бы коричневатое можно коричневый разбелить умбру жены разбеливаем кадми красный добавляем вот такое коричневатое сюда кинуть и сюда выйти сюда такое поставить где-то здесь такое есть чуточку здесь 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 светло розоватый белила розовая тоже слегка с вот этим желтым можно больше белилок здесь деревья есть и больше синевато-розовая темнее нужно по низу пройти можно слегка с коричневым кистью помельче любой то есть что вот это проставляли взял вот кость жженая кадми красный кадми желтый здесь вырисовываем слишком больше синеватый белила розовый более светлый вот здесь выделить где заканчивается в общем вот здесь где выступ под низ больше с костью сжженной здесь прям больше кости жженной темная начинаем идти на контрастах здесь темная вот это выделяем слегка разбиваем вот этот снежок но снежок сейчас подкорректируем где-то вот здесь первый выступ пока так выделяем вытру кисть возьму синеватый слегка можно с розовым сквозь протяженный вот здесь где следы пока так найти где темная ультрамарины синий и белила просто более синеватый здесь сейчас вот такое это можно сделать я обычно это делаю кистью можно попробовать мастихин синяя смотрим насколько светлая нужно капельку с вот этим желтым можете если удобно вам работать мастихином можете поработать мастихинчиком сделать фактурку за счет плотности мы выделим нужные нам сформируем снежочек вот так видите я по склону к низу растягиваю снежочек делим на несколько склонов здесь таким же образом здесь можно что-то доработать кистью если любите мастихинчик работаем мастихином нам никто не сказал как это нужно все делать здесь больше белилок просто ультрамарин ультрамарины белила хорошо плотненько закрашу вот здесь где захожу соприкасается я слегка вот так растушевываю чтобы не слишком явная грань была более мутная но это можно кистью сделать какие-то вырисовываем бугорочки более доконкретизировать можно вот так я наоборот видите растушевал там туманно все сделал и оно как бы ушло вот это капельку вот так растяну вот так можно такую туманность сделать дамы да выводим снежок можете делать кистью то есть как вам удобно не обязательно делать мастихином нужно кистью щетинку взял ней более удобно тоже работать фактурно то есть видите это плотная щетинка ней тоже вот так можно удобно до показать нужные склоны я привык больше просто работать с кистью кому как это любит мастихинчиком работать я допустим люблю работать кистью мне более привычно смотрим где у нас более синяя здесь конечно есть было бы лучше если бы его несколько синих на я кобальт либо берлинская лазурь больше оттеночков дать мы справимся одним сразу сделаем где более темная все закрасим можно даже все было сразу одним оттенком закрасить либо светлым либо темноватым лучше темноватым потом светлые участки уже находим так проще я обычно так делаю я просто здесь начал работать мастихином и у меня что-то работа пошла по-другому на краешек более светлая где у нас более светлый либо дорабатываем темная здесь как бы впадинка здесь можно впадинку нарисовать просто беру темненькая так и обхожу его можно светлым обходить я вот так делаю растушевываю это здесь будет темнее это сейчас еще когда деревья кинем будем смотреть и дорабатывать здесь темненькая свитки мы обычные просто пятнышко поставили какой-то темненькая такая себе детализация несложная добавили главное что можно какую-то животинку дорисовать если хочется теперь нужно доработать светлые участки вытереть кисть лучше взять другую помельче кисть взять вот такой акадми желтый светлый белила не то здесь добавить яркость это уходя сюда больше в красноватую розоватую она будет белила с красным розовинку давать здесь находим где у нас есть такое желтоватая красноватая белила с желтый вот такие пятнышки здесь больше белилок это здесь вот такое конечно проще дорабатывать на втором сеансе потому что вот это все на капельку может зеленцы зеленая дать можете вот это на второй сеанс вставить если не не любите прям плотно плотно работать теперь давайте возьмем какую-то кисть одну побольше можно вот такую взять и единичку это двоечка взять кадми желтый кость жженую где-то вот здесь у нас будет дерево больше с желтым кадми желтый светлый кадми желтый темный капельку красного можно вот здесь вывести дерево к низу можно более темно его сделать сразу более темно и потом больше берем кадмия желтого туда же у меня на сразу более светлая вот такое получается пятнышки темного можно проставить и веточку выводим вот так там вот так больше с желтым снежочек таким же образом естественно как и кидали оттенки мы уже разобрали от оттенков этих не отходим чуточку меняем но колорит уже держим такой вот здесь больше выйти таким и кистью единичкой и вот здесь точно таким образом с кадмем желтым с кадмем красным капельку вот эти деревья здесь таким же образом к низу можно больше краски чтобы было к верху она будет мазаться и и будет получаться более как бы так рыхло видите почти невидимые деревья деревья это здесь чуточку быстренько вот таких кривых рыхло вот так выводить вот как как бы вам так объяснить это бы краска такая рыхлая была тогда они будут такие какие то такие неуверенные можно так сказать веточки вот эти все вот их почти не видно и вот вот этого дерева точно так веточки вот здесь тоже веточки и на них снежочек тоже кидаем снежочек потом вот такое яркое синеватый с розовым вот здесь темная травка такая и вот это тоже растушевываем само дерево чтобы оно не висело а уселось так здесь корректируем что нам нужно корректируем что где нам не нравится где-то корректируем вот эти выступы здесь по-моему темненького добавить то есть остались мелочи я их сейчас где-то вот здесь может какую-то мелочушку доработать когда сейчас уже кинем веточки возможно темнее либо с наоборот светлее где-то добавить если нужно вот эти деревья тоже можно вот так веточки перебить вот здесь нужно темненькое доработать темненькое можно делать не слишком плотно вот так до разбить просто более конкретно под сам выступ более темное сделать чтобы его больше выделить вот здесь тоже вот такое темное вот так даже можно вот такими полосочками здесь подмешать она получится менее темное где-то светлая туда чуть-чуть затянуть вот так и нужно сделать взять цвет снега и вот такое капельку таких пятнышек проставить вот так где-то здесь синий дать взять другую кисть единичку тоже светлый снежочек наш вот здесь вырисовать такие похожие на веточки вот так видите я специально руку вот так как бы дрожит у меня рука такого капельку показать сюда снежочек тоже добавить на задний план и на вот эти веточки тоже нужно вот такой светлый снежочек более светлый чем он у нас вот здесь это желательно делать на втором сеансе но если вот так аккуратненько можно сейчас доработать что-то что-то доработается на втором сеансе хорошо плотненько разбавляю краску чтобы она была такая мягкая податливая здесь где-то просто слегка светлее вот этот бугорочек выделить здесь можно капельку светлее добавить вот сюда нужно тоже светло розоватый вот сюда более светлый снежок находим где у нас посветлее снежочек вот здесь допустим вырисовываем бугорочек посветлее здесь вот этому светло желтоватому вот здесь видите я нахожу где именно мне нравится проставить вот такое посветлее вот здесь можно вот так вывести тоже светло желтоватый где-то здесь прям больше с белилками чуточку такого добавить естественно снежочек на вот эти деревья но здесь нужно дорисовать еще веточки ну а так вот такой не слишком светлый снежочек как мы темненький снежочек делали вот так снежочек да накидать есть сейчас давай рисую веточки и снежочек по большому счету он готов саму вот эта яркость мне кажется еще нужно более ярко сделать к этой стороне более зеленоватые на эту сторону можно было не выводить я уже если вывел тогда нужно кинуть так аккуратненько более тоненькие веточки я как-то провожу кисть вот так я начал и я ее кручу в руке чтобы оставить больше краски чтобы всю краску вымазать на холст и когда снежочек делаю делаю точно так вот я хорошо набрал снежочек цвет снега на кисть и вот так слегка прокручиваю чтобы вот так не смотрелось слегка вот так растягиваю кверху книзу он так больше уложить его сам снежочек вот так аккуратненько всю веточку естественно старайтесь не закрасить а наверх веточки положить вот этот снежочек сюда можно цвет снежочка тоже показать но вот эти деревья местами вот так можно тоже снежочка кинуть даже наверх пусть мелькает снежочек слишком много снега кинул капельку сделаем предыдущего что мы делали коричневатый можно чуточку сделать поярче можно сейчас попробовать вот так прям солнышко пусть вот так пастозно будет да и вот здесь тоже нужно добавить больше яркости кистью нулевочкой желательно подписывать работы более светлый вот такие веточки вырезать тоже видите прокручиваем можно остановиться на этом на этом все друзья всем спасибо за просмотр спасибо за лайки за комментарии пишите картины друзья пишите их с удовольствием счастья мира здоровья добра удачи друзья до следующего видео пока друзья